Дорогие друзья, наша программа «Ракурсы» нацеливает на продуктивное изучение истории искусства XX века, биографии художников разных стран, эпох и народов, исходя из смены стилей, цикличности исторического процесса и системного подхода. Творческое погружение в историю искусств направлено на отыскание исторических параллелей как между памятниками искусства, так и непосредственно створимым на передаче изображением. Сегодня мы с вами поговорим о лидерах конструктивизма, о Татлине и о Родченко, и попробуем сделать несколько работ в подражании Татлину и Родченко. Сначала мы посмотрим с вами видеоряд, и вот я показываю вам работу Родченко «Диск и крышка». И сейчас вот будут идти работы Родченко. И обратите внимание, что на самом деле под термином «конструктивизм» в 20-х годах подразумевали искусство, претендующее на конструктивную ясность целей в использовании материалов и конструкций. Ганн определяет его как нечто трудноуловимое, борющееся за интеллектуально-материальное производство коммунистической культуры. Это стройное дитя индустриальной культуры автор относил ко всяким процессам интеллектуально-материального делания вещей, от мебели до новой поэзии и массового действия. Мы объявляем непримиримую войну искусству. Скульптура должна уступить место пространственному разрешению вещи. Живопись не может состязаться с фотографией. Театр смешон, архитектура бессильно остановит развивающийся конструктивизм. Вот мы видим здесь, например, женскую фигуру. До этого мы видели там красное и желтое, эскизы костюмов, пьеси Ганна, конструкции. И мы понимаем, что конструктивизм трактовался как порождение эпохи, модное увлечение, превратившееся у архитекторов-дизайнеров в творческую программу. На самом деле, вот мы видим с вами работы Родченко и дальше его фотографии, которые, кстати, называют ракурсы Родченко, потому что действительно очень уникальные съемки. И вот его, собственно говоря, из серии «Гладкие доски». Там многочисленные линии, как штрихи, да, на коричневом фоне, на зелёном фоне. Вот. И вот на зелёном фоне линии, на зелёном. И мы с вами видим уже контрельефы Татлина. В своих контрельефах Татлин, во-первых, сделал шаг от изображения к реально существующему в пространстве предмету, а во-вторых, использовал сопоставление различных материалов с целью создания определённого эстетического эффекта. И, конечно, он воспринимал привычку от кубизма, рассматриваясь в предмет со всех сторон, это вот стул Татлина, проникать во внутреннюю сущность предмета и к тём измерениям классического пространства, длина, ширина, высота, добавляется четвёртое время и, соответственно, движение. Вот это крыло знаменитого ли Татлина, да, и его знаменитые контрельефы, вот конструкция, где он размышляет о конструкциях, объёме и материале. И этому потом, вот его контрельеф Татлина. Собственно говоря, мы сегодня с вами, угловой контрельеф Татлина, да, знаменитый, и мы сегодня с вами в таком же духе попробуем поразмышлять на тему, как эволюционировал, ну, там, Малевич и Татлин, и почему они создавали именно такие вещи. Такие вещи. И, естественно, что вот эти художники, они вернулись к первоэлементам рисунка и живописи и конструкции одновременно любого предмета. Ну, в частности, вот линия и точка, да, мы видели у Родченко вот эти композиции с пересекающимися линиями и в пространстве. И я сегодня тоже попробую создать несколько таких работ, посвящённых вот теме линии и точка. И для этого взяла разные материалы. Конечно, у нас нет возможности в нашей телевизионной студии здесь выпиливать какие-то на токарных или деревообделочных станках вот угловые контрельефы, да, мы сделаем, просто поразмышляем с вами на эту тему. Вот, посмотрите, белая плоскость бумаги и вот такой вот линия, такая серпантина. Она может быть вот в разных, так сказать, по разной конфигурации быть и быть там волнистой, загибающейся. Вместо таких точек я взяла вот такие вот таблетки, да. И если посадить их на клей, то они вполне нам дают эту вот точку в пространстве, да, висящую в пространстве. Вот, и давайте с вами несколько линий поставим вот в ряд. Вот я приклеиваю эти линии, и вы видите, что вот этот динамизм, он у нас, он появляется. И здесь именно эстетика линий плоскости, парящих как бы в плоскости. Вот, видите, вот я белого листа. Здесь лучше, конечно, посадить на пресс это все, вот пока у меня слетает. И вот такая сеточка, она уже представляет у нас, видите, представляет такую уже комбинацию этих мелких линий. Вот ее важно здесь куда дальше, ближе. Вот так, наверное, вот так к этому пространству уже прикрепить. Вот, что я и делаю. Вот, посмотрите, такая композиция с линиями. Эстетизация линий на плоскости. И здесь очень важно показать вот этот в полной мере, в полном объеме, потому что вот эти дополнительные линии, направленность вот этих линий, она согласована с дальнейшим движением. Это вход в картину, здесь дальше мы блуждаем, и это выход из картины, понимаете, вот. И вот эта белая плоскость между этими линиями, она тоже играет роль объединяющего, сопровождающего пространство. Количество даже вот от края до этой сеточки, вот этого края к этому, здесь вот эти вот промежутки между линиями, они имеют огромное значение. Поэтому смотреть такую работу, конечно, нужно издали и желательно еще хорошо оформить. И здесь понятна эта эстетика вот линий. Потом мы тоже с вами возьмем белый лист, и мы помним с вами, что, естественно, линия и точка в пространстве – это тоже огромное пластическое средство для выражения, вот понимания метафизики пространства. И здесь вот уместно, наверное, я беру эти вот таблетки, и сейчас буду тоже с помощью вот этого серпантина и этих точек пространственных, вот я их искать буду на плоскости. Это движение. Собственно говоря, рисунок и начинается с чего? Вот от мера вот этих точек, расстояния между ними, скрепляющих, да, и вот этих вот линий. Причем здесь линии могут быть такие пластичные, сгибающиеся, вьющиеся линии. И в конце концов мы задаем этими линиями тоже свою систему координат. И вот если мы прикрепим это, вот сделаем такую вариацию из этих точек, вот из этого серпантина. Вот как угодно она может строиться, но не как угодно. Но посмотрите, здесь тоже линии точка в пространстве, и они задают какой-то ритм, динамику. Во всяком случае, организовывая плоскость, делая ее более совершенной. Вот здесь тоже важны вот эти расстояния от края формата до этой линии, между линиями. Вот эти зигзаги, вьющиеся. Это эстетика такого поэтизации конструктивистских их начал. И опять-таки мы пришли к белому листу, и очевидно, что следующее организующее пространство, живописное или графическое пространство, элемент, это является плоскость. Вот помимо линий, есть еще такие вот плавающие плоскости. Вот можно себе их представить из таких вот каких-то блестящих фалфолежные листы бумаги. И мы их можем закреплять на плоскости. Более того, мы какую-то конфигурацию можем задавать. И там острые углы, или они будут просто какими-то пятнами. Сейчас я здесь постараюсь. Или ближе к друг другу, или дальше, дальше к друг другу. Но варьируем мы их и тоже заполняем вот такими линиями, но не какой-то массой линии, бесформенной. А попытаемся их вместе сгармонизировать, соединить. И вот что можно получить, если варьировать эти соотношения. Вот посмотрите, здесь я даю эту систему. Посмотрите, вот очень заданный такой ритм, линейный ритм этих линий, и которые разбивают вот эти пятна. И в то же время это смотрится вполне композиционно законченной работой. Дальше можно бесконечно делать сетки разреженных, размеренных таких линий построений до бесконечности. И вот в какой-то момент мы приходим уже к материальным подборам. И вот система таких вот линий, кнопок. И если вот взять... Вот, посмотрите. Вот это тоже материальный подбор. И здесь плоскость, и там точки. Здесь некая есть вот своя какая-то система, понимаете, ритма. Ну, я прилаживаю это к поверхности. И в то же время... Вот это можно дальше создавать какую-то конфигурацию. Конечно, это из области уже абстракции вот это вот все. Можно вот как бы это оставить, можно это дополнить. Если сделать более аккуратно, если положить под пресс, можно сделать вот такую вариацию, да, и вот эту композицию тоже продолжить. Здесь вот тема креста появилась, да. Но если мы здесь добавляем еще элементы, то тема креста уже уходит, а появляется вот тема такая повторяемости или наоборот одного элемента ритмичности или аритмии. все зависит в конструктивизме, конечно, от качества и выбора материала, и от исполнения, от аккуратности, безусловно. Поэтому вот за этим нужно следить. Ну, я вот какую-то вот эту модульную сетку какую-то из этого всего сделаю. Вот, какая-то модульная сетка из этих точек, из этих квадратов. И что мы еще видели в конструктивизме? Вот эти диски. Вот. Можно каким-то образом это все и работать с дисками. Одновременно и разрушить этот, или с дисками сделать отдельно композицию. Вот мы подумаем на этот счет. Ну, одним словом, вот какие-то элементы, они повторяются, они задают какой-то ритм. Могут быть это единообразие, единый ритм, или сбивать этот ритм. Вот. Как угодно. Тем не менее, здесь есть тоже своя эстетика, есть своя мысль. И в этом есть своя, безусловно, прелесть. Сейчас мы сделаем с вами композицию, которая будет называться «Душа». Вот как художник может изобразить душу? Вообще она нематериальна. Это субстанция духовная, да? Но тем не менее, вот в восточных религиях существует такое представление о душе, что она где-то 15-30 сантиметров в диаметре. Это такой шар из серебряных нитей, который светится изнутри, где горящая точка вот в центре. И вот, собственно говоря, как это представить? Ну, давайте это материализуем, сделаем материальным подбором. Ну, а где она парит, в каком пространстве? И, конечно, она, наверное, это плазма, это энергия космическая, и это душа человека, которая находится в человеке. Вот. Ну, это какое-то белое, наверное, поле, вот пространство души. И белое поле, но оно не совсем оторвано от материи. И вот какая-то эта приверженность к материальному миру. Мы ее изобразим, вот, может быть, это будет банально вам покажется, но, тем не менее, вот я хочу вот так вот выложить вот спичками по краю как бы обрамление. Вот так вот по периметру, да? А саму душу, вот у нас есть такой пучок вот этих вот таких, видите, линий, которых мы покрасим просто серебряной краской, серебряной краской, акриловой, разведем на воде и покрасим. и подождем, пока она высохнет, краска. Вот. И, собственно говоря, если вот реализовать то, что я сказала, то нам потребуется время на такой вот механический труд по выкладыванию вот спичек и так далее. И мы этим займемся и посмотрим, что у нас получится. Итак, мы выложили с вами то, что хотели и сделали из серебряных нитей вот этот вот диаметр нашей души. Осталось только ее зажечь, эту душу, осветить. Вот эта вот красная светящаяся точка внутри, да, вот это и есть ее совокупность этой души. я бы еще там этот огонек вот так вот поставила поярче с желтыми отблесками. И вот наше представление о душе в данном материальном подборе мы воплотили. Хотя мало как иначе можно, наверное, это осуществить. Но если у вас это получится другими способами, то, пожалуйста. Ну, а сейчас мы с вами сделаем такой как бы рекламный, может быть, контрельеф. Ну, вот из крафта и вот на такой плоскости, видите, тоже фактурной плоскости ребристой. И мы для этого возьмем вот такой вот крафт, да, с уже как бы сделанной сумкой. И помнем его как следует. И вот эту сумку потом сюда закрепим. И более того, из этого же крафта сделаем вот такие кулисы. Вот тоже помнем его, этот крафт. По бокам. Здесь с этой стороны и с этой стороны. Вот давайте теперь просто возьмем клей и это все приладим. И мы дальше делаем этот рельеф. Ну, вот в искусстве, особенно уже в современном, не просто контрельеф. есть элемент такой обертывания работы, да, не просто выделывания каких-то там контрастных, сложных, но еще и вот таких вот как бы дыр или отверстий, даже холстер, вот, и это тоже все входит вот не просто в пространственный отбор, а контрельеф, а вот в такую вот композицию вот это все входит. И здесь, конечно, можно давать цвет, а можно не давать цвет, но это все даже уже граничит с областью дизайна, о котором и к которому он, к направлению которому придержал и Татлин, и тот же Родченко, они были родоначальниками этого дизайна, а значит и рекламы. Ну, вот так. Давайте теперь вот тоже с этим рельефом и уже с крафтом сделаем некую какую-то тоже композицию, и я уже приклею этот крафт определенным образом, и мы посмотрим, что из этого получится, можно ли пописать там живопись, пописать по этому рельефу, сделать такой живописно-скультурный рельеф, композицию. здесь вот у нас получается тоже такой контр-рельеф, мы сделаем эту композицию здесь можем и с дисками, то есть поверхности такие жухлые, тусклые, матовые и яркие, блестящие, вот контрастность некую эту дадим и конечно здесь можно такие перекрывающиеся сделать вот диски и одновременно их и цвет здесь можно дать, здесь можно дать и цвет вот мы приладим это и диски здесь будут конечно иметь такую основу уже композиционную ну вот мы смотрим это фигура эта фактура здесь она не подходит неуместно и скорее всего здесь вот что-то такое должно быть и вот мы также это прилаживаем то есть такой материальный подбор здесь могут быть какие-то вот такие формы но можно оставить чисто вот так вот ну а потом решить решить как это будет в цвете и вот в цвете здесь можно просто взять палитру с краской и кистью и просто немножко дать цвета фактура есть а теперь вот такие вот языки цвета можно взять конечно баллончик и пустить это все вот эти вот как бы кулисы такие я просто подчеркнула и запады этих форм они будут здесь у нас отчетливее видны вот эти вмятины но не не все я конечно буду это закрашивать только вот там где мне хочется и может быть здесь вот ну добавлять цвет можно где-то что-то он дает тоже свою красоту какую-то пластику дает вот это уже совершенно другое вторжение включение ну здесь уже вот вот это вот живописность она приобретает такое качество здесь это нужно было подчеркнуть вот границы этого рельефа мы именно и подчеркнули цветом вот холодный теплый цвет ну я я бы так и оставила тоже своеобразная вот работа такая живописно-скульптурный рельеф и приступила бы к другому тоже скульптурному рельефу и у нас здесь я уже вот приладила сделала некий объем напоминающий архитектуру но мы сделаем такой живописный рельеф да представьте что у нас эта картина конечно очень изящно белое на белом смотрится безусловно даже есть в ангарде целый ряд работ белое на белом ну вот я сделала еще такую конструкцию из пенопласта и вот ее можно конечно тоже как-то приладить но так не надо вот вот так вот она мне кажется совершенно смотрится очень хорошо и я тоже ее сейчас прилажу а потом буду решать подбирать цветовые соотношения и конечно в памяти держа пространственные образы архитектуры классической начиная там с древней Греции и кончая архитектурой классицизма Москвы Петербурга европейских столиц вот нам нужно этот образ и создать вот пусть это будет так белое на белом само по себе смотрится неплохо ну вот сейчас архитектура классицизма барокко рококо вот мы с вами сейчас будем делать картину и каким образом таким образом разрушая разрушая белую поверхность и привнося в нее совершенно какие-то неожиданные цветовые вариации градации вот сейчас это не должно смотреться архитектурным макетом или архитектурным планом и я не хочу даже делать какую-то плакатную вещь я просто хочу соединить живопись и этот рельеф то есть какой-то землянистый цвет и так далее одним словом мы количество белого уменьшаем и строгость архитектурной формы где-то разрушаем вот такими пятнами ну можно дать разбили главное чтобы была какая-то идея всего этого если есть идея значит оправдано то что нарисовано форма ну вот такими ну казалось бы я тут использую все цвета которые у меня есть на палитре вот вот но здесь я хочу включить и вот этот рельеф сюда я его притяну к плоскости вот эти границы и вот эта белая полоса она уже становится частью элементом этого этой части ну естественно можно включить какой-то изобразительный момент например там нарисовать человека или процессию да греческую можно но у нас вот видите вот появляется что-то нечто то есть цвет он вторгается и он задает какое-то совершенно другое уже измерение точку отсчета нет но вот вот там здесь у нас было такое холодное сине-зеленое здесь у нас будет яркое торжествующее красное и это не цвет там небо и земли нет просто здесь цветовая плоскость в котором вот эти элементы архитектурной формы или подобие архитектурных форм они находятся располагаются вот у нас такая форма декоративная получается я бы сюда еще вот эти элементы которые у нас на поверхности я бы их вот подчеркнула чтобы они не пропадали вот и здесь бы я еще выделила ну наверное вот эти выступающий элемент и у нас посмотрите он получился очень интересным то есть мы как бы соединяем красную поверхность плоскости вот с поверхностью выступающего этого рельефа живописными средствами мы объединяем их и они сочетаются эти элементы также вот эта полоса фриза допустим она вот перешла бы к нам отсюда так происходит это вот движение а здесь бы вот мы подчеркнули бы вот эту часть ну еще можно выделить вот эту зону и посмотрите получается некая абстрактная такая живопись но она получается рельефный контрельефный почиста скульптурной и даже экспрессивный по цвету ну здесь бы еще для равновесия я вот этот квадрат красное тоже сделала не белым а красным вот чередование выпухлости и впадин красного английской красные охра синего зеленого вот он и создает вот эту куда цвета пластику цвета конструкцию вот этой живописи но еще можно аккуратнее это все сделать аккуратнее и где-то ровнее вот эти плоскости вот такая вот цвета 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 конструкция такая вот форма то есть объемная часть как бы картины она чередуется с плоской частью и так вот на основе этого контраста плоского и объема вот создается это цветовая пластика ну напоследок мне бы хотелось здесь поставить вот свои инициалы и вот мы с вами сегодня сделали несколько показательных работ для того чтобы закрепить эту тему конструктивизма русского авангарда в живописи конечно она безмерно она вариабельно и здесь вот эти эксперименты творческие и поиски они все время продолжаются они не могут остановиться потому что это связано и с развитием дизайна и с поступательным движением к индустриальному и постиндустриальному искусству постиндустриального общества современному искусству ну и таким образом мы сегодня с вами отыскали свой ракурс нашли свой ракурс на этой передаче а значит не пошли безучастно мимо обозреваемые нами темы поняли смысл художественного творчества эстетического опыта в постижении окружающего мира и места человека в нем а я прощаюсь с вами до свидания до новых встреч до новых встреч